эй ребят привет я в италии посмотрите какой сзади прекрасный вид я нахожусь в маленьком провинциальном городке пиза вы стопудов знаете этот город потому что все знают пизанскую башню пиза находится недалеко от флоренции я пешком дошел из аэропорта сюда в центр города и сейчас направляюсь пешком к пизанской башни потому что нужно ее увидеть народу очень мало и довольно таки тихо прям такая провинция провинция а вот и пизанская башня один из символов италии и храм кстати наверняка многие из вас не знали что пизанская башня это всего лишь колокольня для храма и да вот такая вот она в жизни вот так вот она выглядит сблизи кстати не думал что такая большая такая широкая я думал на более узкая и низкая я просто кайфую от этих улиц доброе утро друзья и я выезжаю во флоренцию из пизы ребят я во флоренции сейчас иду смотреть на самый главный кафедральный собор я уже давно мечтаю на смотреть на него также можно забраться флоренция находится буквально в часе езды от пизы билет стоит на электричку 8 половиной евро и хотя купил сим-карту по италии 10 евро 3 гигабайта чтобы вы знали действует только по италии не по всему европейскому союзу здесь довольно таки узкие улицы и здесь так темно как будто облачно хотя на самом деле солнечно и именно вот так вот я и представлял италию как мне нравится у них окна ребят я включил камеру только потому что мне нужно вдоволь на улыбаться я не могу идти и как дурачок смеяться потому что здесь так хорошо я просто хочу включить камеру чтобы выписывать эмоции так прекрасно и так чисто и и просто такая архитектура она меня сводит с ума и погода шикарная о мой бог посмотрите на это и это было достроено в 15 веке я до сих пор не представляю себе какие эмоции люди испытывали когда я видели такой в пятнадцатом веке я вам дам еще пару секунд насладиться этой красотой каждая деталь просто безупречна все начал подниматься на вершину купола и кстати подниматься нужно где-то около 36 этажей представляете я наверху и я не знаю не хватает слов чтобы описать что я чувствую потому что это просто вынос мозга здесь так красиво и так высоко и такие крыши просто посмотрите на это сами иду в сторону реки хочу смотреть на мост и сейчас она площади здесь так красиво мне нравится очень архитектура во флоренции ура я дошел до моста понте веке и вот он он был построен в 1045 году и сохранился до наших дней и раньше здесь жили люди а сейчас здесь магазинчики а вот река арно по моему называется красиво так это здесь жили рыбаки мясники просто обычные люди все весь мусор выкидывали в реку я представляю как здесь был запашок ребят я поднялся на площади микеланджело и сюда вход бесплатный и открывается вид на весь город так что если вы хотите сэкономить можно не подниматься на купол а сразу приди сюда и вид открывается такой же прекрасный правда когда-то на куполе ты ближе видишь город отсюда подальше но зато отсюда ты видишь полностью кафедральный собор он прекрасен и он огромный реально отсюда также виден мост который вам показал в котором раньше жили люди которые 15 века где вообще весь город здесь и река арно если я правильно ставлю ударение я дошел до другого моста эти открывается еще красивее вид на сам мост и здесь у девушки едят пиццу самый крутой способ изучить горт и просто гулять 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 я уже гуляю часа 3 сморите какая бесконечная улица просто дома 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 таких городках конечно немножко тяжело дышится потому что здесь проезжают мопеды здесь проезжают машины и очень за газована вот именно вот здесь вот так то город сам по себе я не сказал с очень за газованный и нет растительности то есть это деревья около дороги гулял-гулял наткнулся на русский магазин здесь все русские сувениры и русский продукты есть все рыба-творог я не знаю абсолютно все все все. Кстати, мне нравится, что здесь чисто, мне нравится, что никто не ходит с алкогольными напитками. Люди курят, но, не знаю, мне это не так мешает, как это было в Германии, например, или как в Испании. Ребята, я хотел вам показать свой лифт, очень странный. Нажимаешь на кнопку, вот он приехал. Открываешь эту дверь сам, потом открываешь две вот эти двери, закрываешь вот эту. Если не закрыть, то больше никто не сможет сесть в лифт. Закрываешь две вот эти двери, второй этаж, и едешь. Если вдруг я захочу открыть, видите лифт останавливается. Закрываем, нажимаем еще раз, и едем. Доброе утро, ребят, я еду в Венецию, сейчас вам покажу скоростной итальянский поезд. Я купил билет за 40 евро, немножко дороговато, но зато я увижу скоростной поезд итальянский, мне прям интересно, и ехать на нем два часа, вон он уже едет. Я в Венеции, я на площади Сан-Марко. Здесь же находится собор с того марка, он прекрасен, поэтому я хочу зайти посмотреть. Это самое сердце Венеции, туристическое место, здесь много, видите, голубей, но их кормить нельзя, за это штрафуют. А вот китайцы, ну, китайцы везде полно-полно, я везде слышу китайскую речь, она боится, поэтому так смеется. Наверняка все из вас уже сто раз видели эту площадь на фотографиях, в кино, в клипах музыкальных, и тому подобное, я тоже. И так странно оказаться здесь, так странно оказаться в Венеции, когда ты об этом так давно мечтал, мне кажется, практически все хотели бы здесь побывать, и это очень крутое чувство, поэтому не забывайте мечтать, и все исполнится у вас обязательно так, знаешь, как у меня. Кстати, воняют ли каналы? Нет, они вообще не воняют. Ребят, я лежу в отеле, отдыхаю и бронирую отель, конечно же, потому что мне нужно поехать в Милан, и вы знаете, что в этом путешествии я экономлю с помощью копикот.ру, потому что я планирую бесплатно лететь в Россию, и да, у меня практически это получается. Что нужно сделать? Нужно просто зарегистрироваться на копикот.ру и делать свои покупки через их сайт. То есть, что я делаю? Захожу на сайт копикот.ру и перехожу просто на booking, например, сейчас, и бронирую отель, и мне возвращают 4%. Это просто кэшбэк, это бесплатно, с вас ничего не берут, просто возвращают деньги. Как это работает? Booking платит копикоту, копикот делится с вами, и все, схема очень простая. Вы также можете делать покупки на алиэкспресс и в других магазинах, все вы можете увидеть на сайте, так что да, это очень удобно, и авиасейлс тоже там. Ссылка на копикот.ру внизу в описании. Доброе утро, мои дорогие, и утро действительно доброе, потому что я проснулся в Венеции, и я сейчас иду на лодку, на общественный транспорт, чтобы доехать до островов Мурана и Бурана. Очень многие упускают эти два острова, хотя они просто прекрасны, особенно Мурана, если не ошибаюсь. Поехали, я вам все покажу. Я купил билет на один день, на один день билет стоит по всей Венеции, включая Бурана и Мурана, 20 евро. На самом деле не очень дешево, конечно же. Можно купить на два дня, может быть на три дня, чем на больше не покупать, тем вам выгодней, и все, поехали на общественном транспорте в Мурана. Вот так вот выглядит станция, просто заходите и дальше уже в автобус, как наши городские автобусы, только здесь лодки. Я на лодке, поплыли в Мурана. Все, ребят, я прибыл в Мурана. Чем известен этот остров? Тем, что, во-первых, он маленький, уютный, поэтому я всегда приехал. А во-вторых, здесь делают стекло, муранское стекло, или очень называют венецианское стекло. Оно безумно красивое, здесь очень много маленьких фабрик, которые делают стекла, и здесь есть музей стекла. Здесь так хорошо и так спокойно, вот в таких вот домах живут местные люди, у них просто такой вот свой вход в дом, и здесь очень мало туристов, особенно сейчас в ноябре, и так тепло на улице, где-то 15-16. Такие вот спокойные улицы сушат одежду, как и во всей Италии. Смотрите, здесь рынок прямо на лодке, классно. Я только что ходил на фабрику по производству стекла, и там при нас прям сделали лошадь, прямо из стекла сделали лошадь. Это было очень красиво и необычно, я первый раз вообще вижу, как выдувают из стекла, какие-либо вещи, типа там стаканы, лошадей, там еще рыбку нам сделали. Было красиво, мне понравилось, вход стоил 3 евро. А сейчас отправляемся на остров Бурана. Добро пожаловать в цветной рай. Я нахожусь на острове Бурана, это недалеко тоже от Венеции. Мы плывем, наверное, от Мурана минут 20 или 25, это так. Здесь делают кружева, то есть всякие кружевные изделия, платья и тому подобное. И здесь все дома разноцветные. Я прочитал в интернете, что они красят свои дома каждые полгода, если они не красят, то их штрафуют. И они сами не могут выбрать цвет, то есть они отправляют заявку властям, а власти говорят, что вы можете покрасить, допустим, в розовый, зеленый или в синий. И что самое крутое, какая бы погода ни была, дождь, облачно, солнце, здесь всегда будет ярко. Смотрите, зашел на улочку, тоже все дома разноцветные, даже здесь внутри. Доброе утро, дорогие друзья! И сегодня у меня последний день в Венеции, третий день. Никогда не берите меньше трех дней, потому что даже три дня здесь не хватает. Я бы остался бы на самом деле здесь на дней пять как минимум, а лучше на неделю или там на дней десять, чтобы полностью раскладиться городом. Но я уверен, что я еще неоднократно вернусь. Давайте погуляем по городу, посмотрим на улочки. Я просто вам хочу показать, что такое Венеция, чтобы вы знали, как здесь все выглядит. На меня в этом прекрасном городе уже третий раз насрала птица. Третий раз. И что вы думаете? У меня с собой не было салфеток. Я нашел на улице пакет, просто пакет, который валялся на земле. И вытер это говно. Точнее, не вытер, а размазал. Когда Венецию периодически затапливают, вот как здесь, мы ходим по таким дорожкам. По традиции, ребят, отправляю вам открытки. Скоро получите. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно просто подписаться на мой инстаграм. Пока! Привет, ребят! Я уже нахожусь в Милане. И перед тем, как мы перейдем к следующему выпуску, где я буду пробовать итальянскую еду. Да, выпуск будет с едой следующий. Я бы хотел вам рассказать просто свои впечатления о Венеции, о том, что я узнал об этом городе. Я общался с местными жителями несколько раз. Вода не очень воняет. Она может чуть-чуть вонять летом, но это бывает крайне редко. Обычно нет никаких запахов. Это все миф. Даже во многих путеводителей об этом пишут. Также нет машин. Абсолютно нет машин. Машины есть только там, где вокзал. И также есть машины на острове Лида или Лидо. Не помню, как точно называется. Но за три дня я не видел ни одной машины. Это было так странно, когда я приехал сюда, в Милан. И здесь везде машины и нет рек, потому что я так привык, что автобусы это лодки, что полиция это лодки, что скорая помощь это лодки, что пожарные даже это лодки. Это настолько странно, что это просто взрывает тебе мозг. Это все совсем по-другому. И ты просто постоянно ходишь пешком. Также я узнал, что для местных жителей кататься на пароходе, на общественном транспорте стоит полтора евро за один раз. Для туристов такого нет. У нас, по-моему, стоит 7 евро. Что-то такое, один проезд, у них полтора. То, что в Венеции проблемы с вывозом мусора, очень грязный, довольно-таки город на самом деле. И да, это большая проблема. Еще, кстати, миф, то, что отходы все идут в каналы, нет. Канализация работает так же, как у всех. Лодки дешевые, вы можете их купить. Но, чтобы купить стоянку, очень дорого стоит. А, 20 тысяч евро примерно стоит стоянка, как мне сказали. Еще, что я узнал, да, итальянцы каждый едят пасту. Прям каждый день пиццу, пасту, пиццу, пасту. Иногда едят лазанью, иногда нерки. Но все время они едят что-то мучное. И из-за этого у них проблемы с организмом. У них очень распространенная болезнь – это диабет. Потому что они постоянно едят мучное. Сегодня я видел, как мужчина ел пасту и хлеб одновременно. Итальянцы очень эмоциональные. Они жестикулируют просто руками. И мне итальянец сказал то, что ему так странно, как разговаривают русские, что так мало жестов. И он прям хочет сказать русским, типа, давайте, шевелитесь, шевелите своими руками. Более будьте эмоциональными. Что касается меня, конечно же, все думали, что я итальянец. Страна довольно-таки религиозная. Правда, очень многие люди слушают папу. Папу римского я имею в виду. Все, что он скажет – это как закон. То есть его мнение очень важно для многих людей. Что касается отношения к русским, мне сказали, что все-таки большинство людей не очень хорошо относятся к русским, как, как правильно сказать, как к личностям. То есть, да, как туристы они рады, потому что мы тратим здесь деньги. Но им не нравятся русские по характеру, им не нравится то, что русские не улыбаются, им не нравится, что русские не особо приветливые. И что в магазинах и там, не знаю, всяких туристических агентствах русские – это классно, потому что деньги, но это абсолютно не классно в плане общения с ними. Мне прям так в открытую сказал итальяне. То еще я заметил… А, итальянцы классно, конечно же, одеваются, они за собой ухаживают. Причем я заметил, что парни даже больше ухаживают за собой, чем женщины. Еще один миф. Все говорили, что итальянки некрасивые. Я не знаю, с чего взяли, что итальянки некрасивые. Обычные, нормальные женщины. Да, может быть, они не такие красивые, как русские, но я бы не назвал их некрасивыми. Это, по-моему, все, что я сейчас вспомнил про Венецию. Это хоть я про Венецию говорю, потому что я разговаривал с людьми в Венеции. Итальянцы часто пьют вино практически каждый день. Вот эти вот оперативы у них есть, когда они просто пьют вино с каким-нибудь бутербродом, как вот я в следующем видео буду вам показывать, как я это делал. А, еще итальянцы, конечно же, считают свою культуру самой лучшей, свой язык самым красивым, свои города самыми лучшими. Короче, у них все самое лучшее, они себя считают прям крутыми-крутыми-крутыми. На этом все, спасибо, что смотрели этот выпуск. Пишите свои отзывы, если вы были в Пизе, во Флоренции, в Венеции, мне интересно. И ждите следующего выпуска, мы с вами прогуляемся чуть-чуть по Милану, я не особо хочу напрягаться, и покушаем вкусной итальянской еды. С вами был Касим Гласанов, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok